Здравствуйте! Меня зовут Андрей Савчук и сегодня я решил переложить на видео одну маленькую проблему и совет, который сейчас обсуждают на форуме Creative Call. Там один человек спросил у сообщества, что он работает по следующей методике. Он изначально делает коррекцию, какую-то общую коррекцию баланс изображения в одной первой ноде в клипе. То есть, допустим, давайте мы сделаем эту светлее, контрастнее, просто красной, а эту сделаем зеленой. То есть у нас есть три состояния, которые мы как-то сбалансировали, нас устраивает. Затем человек поступает следующим образом. Он идет в треке, где он может положить коррекцию на весь таймлайн. И там делает что-то еще на весь проект. Ну, чтобы было посложнее, давайте здесь же сделаем виньетку, хотя не суть важна. Вот. И вопрос у человека состоял в следующем. То есть, его все устраивает в данном состоянии, но ему хочется эти коррекции из трека, которые работают на весь таймлайн, перенести персонально в каждый клип, чтобы уже там дотончить до нужного состояния. Вот. Значит, ему предложили следующий совет. Копируем текущую коррекцию трековую в ноды. Возвращаемся к коррекциям клиповым. Выбираем любой клип. Создаем локальную версию его, чтобы сохранить нашу коррекцию. В этой версии убиваем нашу коррекцию, которая в клипе живет. Создаем пустую коррекцию. Показываем состояние коррекции, то есть Display Node Graph. Мы видим наши ноды, которые жили у нас в трековой коррекции. И просто руками их наследуем. Руками создаем нашу коррекцию. Эту новую коррекцию, опять же, сохраняем в ноды. После этого мы можем вернуться в нашу локальную коррекцию, которая у нас была. В принципе, трековая коррекция нам уже не нужна. Вы можете поэтому либо забайпасить, либо убить, как вам угодно. И нам осталось пройти по всем нашим коррекциям и сделать команду Append, то есть прицепить ноды, которые живут у нас в данной коррекции. То есть на правой мышке Append Node Graph. И на все наши коррекции перенесется коррекция, которая у нас жила в треке. После этого вы можете индивидуально подруливать любые ноды или добавлять новые и продолжить завершить свою работу. Вот такой вот маленький совет. Надеюсь, вам понравилось и в работе он вам пригодится. Спасибо за внимание. До новых встреч.